Сегодня мы делаем совместный показ с фондом «Артист» и таким образом мы запускаем серию наших показов совместных с разными благотворительными фондами. Для нас этот проект важен по двум причинам. Во-первых, потому что таким образом наши глухие артисты не просто играют на сцене, но выполняют важную социальную миссию, что для них дополнительный элемент интеграции в общество. Для нас это крайне важно, и для них это тоже важно. То есть это уже не просто шоу, это уже как выполнение задачи, это ответственность. Второй момент – это то, что таким образом мы, я надеюсь, укрепляем социальную солидарность в обществе, потому что мы показываем, что благотворительные фонды это не какие-то эгоисты, которые работают только на себя, а то, что действительно мы можем делать совместные проекты в пользу друг друга, тем более, что у наших подопечных очень часто схожие проблемы, очень, так сказать, много общего, и они действительно в такой поддержке нуждаются. Знаем, что среди тех, кому помогает фонд Артист, есть люди с нарушениями слуха и зрения, мы знаем, что у других благотворительных фондов тоже есть схожие проблемы. И здесь, на этой площадке, мы можем делать действительно очень важные и полезные вещи, и вот эти совместные усилия, они наверняка дадут, мне кажется, такой кумулятивный эффект. Вот, если коротко, то у сути того проекта, как мы его видим в фоне соединения. Я хочу, значит, сказать, добавить о том, что уже год, сколько проект? Ну, у этого проекта, да. У фонда полтора, а у «Прикасаемых» год, да. У фонда «Прикасаемых» поддержки публики уже полтора года, а проект «Прикасаемых» год. И я очень рад, что в театре нации на этой стене продолжается. Наше сотрудничество с фондом, когда-то этот проект родился здесь, он сначала маленьким, потом стал спектаклем полноценным, потом он вышел из стен. Он был предстоятельным совершенно спектаклем, было сотрудничество с РГСУ, были показаны экономическими формами в Санкт-Петербурге, я надеюсь, еще будут показаны в разных городах. Но, что интересно, этот проект замышлялся как помощь, «Шляпо глухим», а сейчас эти ребята, люди сами помогают, потому что сегодняшняя акция, сегодняшний спектакль в помощь фонду «Артист», в помощь нашему пожилому поколению, нашему простому поколению, который, так сказать, уже не работает, который нуждается в помощи не только медикаментов, но и во внимании в том числе. И сегодняшний спектакль как раз и будет вот таким подарком, что ли, фонду «Артист», я за это очень признателен. и за то, что вы придумали эту акцию, что вы дальше разрастаетесь. То есть, земно проросло, грубо говоря. И я хочу предоставить слово продюсеру этого проекта «Артиборге Деткуна». Я тоже добавлю только то, что он зачинался вообще на фестивале территории, как эскиз. И театр «Наций» всячески участвовал. И мы как бы, ну вот, присоединились, а потом уже не смогли отсоединиться. И поэтому мы сейчас продолжаем. И как Евгений представляет фонд «Артист», я представляю фонд «Помощи хосписам Вера» также. И также мы будем делать показ в пользу фонда «Вера». Так что видите, сколько здесь всяких хороших поводов быть. И, конечно, я должна сказать огромное спасибо. И слепопухи, которые работали, и для которых это был абсолютно новый, естественно, опыт. Но, и огромное спасибо артистам, профессиональным артистам, которые вели своих подопечных через весь этот процесс и до сих пор с ними работают и общаются. И, конечно, режиссеру Малику и Кате Джагаровой, и художнику Кате Джагаровой, всем, которые участвовали в Игорь Ливиной, и всем, которые работали над этим проектом. И, конечно же, театр «Наций». Я подхватываю твои слова. Это же знаете как? Артисты очень заняты. Надо зарабатывать. Я имею в виду зарабатывать на свою семью. Конечно же, у многих детей все. Тем не менее, когда случаются вот такие акции, когда откликаются моментально, надо уговаривать. Тем более звезды. Это очень немаловажно. Потому что это, ну, значит, мы все знаем, что это привлекает внимание и общество в том числе. Я очень благодарен артистам. И, что интересно, этот спектакль уже прикасаемый, он, как сказать, много вариантов. Потому что в нем участвовали молодые артисты. И участвуют замечательные ребята. Они здесь присутствуют. Которые наравне со слепо-глухими рассказывают такие трогательные истории. Участвуют, так сказать, поколения не намного старше. Ингиборги Допунайте, кто то ли белый. А в этот раз участвуют наши легендарные артисты. Альберт Филозоф и Ольга Яковлева. Я, во-первых, очень благодарен за то, что вы согласились. И это все-таки эксперимент. Это не простое дело. Это не просто так. Это не простой драматический спектакль. Я хочу вам сказать спасибо огромное. Альберт Филозоф. Пожалуйста. Я очень рад присутствовать здесь. Потому что я никогда раньше в подобных акциях не участвовал. И вообще актерская профессия довольно эминистичная. Правда, я сказал, что он, прежде всего, думал о своей семье, о своих делах каких-то. И поэтому я очень счастлив, что я присутствую здесь. Потому что можно немножко выйти и сохранить своих интересов. И подумать о других людях. Спасибо. Альберт Леонидович, а насколько яркий был этот опыт работы с немного другими акциями? Какими какими привычками? Ну, это совершенно необычный сюжет. Я ничего об этом не знал. Я только знал имя Скороходовой. Вот давно знаю, но никогда не интересовался этим. Поэтому для меня это очень интересно. Потому что я могу что-то узнать еще о других людях. Вашей части. Ну, я здесь, наверное, единственный человек, который к артистическому сообществу относится только благодаря своей огромной любви к таким ребятам, как вы. Но при этом я еще и врач афальмола, который занимается проблемами зрения почти 30 лет. И не просто проблемами зрения, а проблемами слободящих. И поэтому, как только я узнала о подобных проектах, для меня это было очень важно профессионально и по-человечески. И это еще раз доказывало, что охраной зрения не могут заниматься люди только одной профессии. Поэтому она у нас внешне профессионально. И то, что происходит сейчас, доказывает, что мы на правильном пути. И работала я очень много с подобными, с детьми с такими проблемами. И с людьми взрослого возраста. И пришла к выводу, что для них социально очень важно понимать, что они адаптированы в обществе. И что они могут сами помогать. Тем более, что мы можем в этом помочь. И, собственно, поэтому я здесь благодарю всех присутствующих за эту возможность. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Вера, мы ее сдаем, наша Санцученко, где звучат ее тексты и ее дочери. Вера! Свет, свет, тексты небольшие, но у нас не так меняется, и что пойдет, она позже к нам присоединилась. Света! Водитель, светлый водитель Бара, национальный, и эта Бара укрепилась во время работы в спектакле. АПЛОДИСМЕНТЫ Вера Павловодская, наш докторитель, членов Союз писателей и цивилизм национальный технологии, пишет ее физические тексты, как раз были прочитаны Альберой Петербургом. АПЛОДИСМЕНТЫ Дневниковые записи не только истории нашей Алены, Алены Спустьяковой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ